итак сегодня прям два классных события первое то что у нас эти появилась велосипеды merida второе то что перед нами шоссейник от merida это прям комбо к к к к комбо вот я очень доволен и рад появление этого бренда обратно на 6 лет 5 у нас не было и вот снова снова к нам приехали эти классные велики мы все очень рады и довольны этому факту а перед нами велосипед merida sculture 100 это классический шоссейный велосипед с алюминиевой рамой с тонкими 25 колесами все это на клещах на юбрейках с бараном ну в общем сейчас мы разберемся подетально чего он из себя представляет погнали сиденья у нас здесь установлены от фирмы merida это компа сель то есть это специальная версия которая ставится на шоссейные байки это не те сиденья которые ставятся на кросс-контринниках можно кросс-контринниках здесь написано сиси то есть кросс-контрин подседельные зажимы у нас здесь одноболтовый узенький 27 и 2 под один болтик но я всегда за двух болтов потому что мне кажется это место очень крепким и можно хорошо сев назад его провернуть подседельные зажим аккуратненький маленький легенький одноболтовый без всяких эксцентриков все сделано как надо вот здесь вот аккуратненько из рамы уходит рубашка троса тормоза на задний юбрейк отдельно стоит сказать про покраску рамы такой прям глубокий матовый цвет который на ощупь а шершавый то есть прям очень крутые трогать на как софт-тач буквально выглядит и супер трогательная штука но это у нас алюминий легкий алюминий аэродинамичный алюминий в общем все сделано как надо достаточно интересно выполнена рам потому что верхняя труба от широкого конического стакана сужается к узенькой подседельной трубе выглядит очень изящно тоненько и аккуратненько а вот нижняя труба как принято последние годы жирная мощная которая несет на себе всю нагрузку так что еще и бренда со всех четырех сторон написано чтобы вы точно знали на велосипеде какой фирмы вы едете и наконец-то по сравнению со всеми теми предыдущими моделями мериды что мы рассматривали здесь полностью вся проводка ушла в раму это прекрасно аккуратно и еще и аэродинамично одни плюс очень интересно здесь выполнен рулевой стакан такое ощущение что здесь у нас верхней части стакана такая специальная гидроформированное расширение для того чтобы верхняя труба заходила на более широкую часть хотя это и конусный стакан и по идее он здесь должен сужаться но здесь такая специальная раздутая часть чтобы максимально увеличить площадь сварки с верхней трубой по поводу рулевого стакана он здесь конусный это хорошо это значит вилка у нас здесь также конусная и имеет большую жесткость по сравнению с вилкой с прямым штоком это важно на шоссе чтобы колесо у нас никуда не гуляла и было предсказуемо здесь у нас установлен руль баран естественно мы говорим о шоссейниках но на мой взгляд тут расстояние здесь очень маленькая я бы сделал чуть чуть пониже чтобы ты мог еще ниже лечь при посадке на велик странное решение руль у нас узкий без флэра то есть эта часть у нас абсолютно не выступает пистолет и здесь у нас claris справа у нас 8 передач слева 2 все нормально все молодцы никаких вопросов простая надежная система от shaman вилка у нас здесь карбоновая достаточно жесткая и еще и легкая но при этом но есть карбона очень важный эффект то что он гасит всякие ненужные вибрации при езде не по идеальному покрытия велосипед у нас здесь собрано на втулках на промышленных подшипниках это это на самом деле странно что они ставят стулки на насыпи на калачевский велосипед но при этом ставят пром подшипники на шоссей нас по нелогично потому что шоссе ники это именно то место где нужен накат шариков они ставят сюда проблем странно странно согласен спицы здесь у нас совсем необычное колесо и 24 спицы установлена все это сделано для для того, чтобы снизить вес и при этом не потерять в жестком. На шоссе, где нагрузки на колеса не такие ударные, как на кросс-контрейных велосипедах, это вполне оправданный ход. Плюс еще и с точки зрения аэродинамики, чем меньше спиц, тем лучше. Покрышка у нас здесь Maxxis Dolomits 25-й ширины. На мой взгляд, 25-й этого уже слишком мало, потому что давно уже все переходят на более широкие покрышки на шоссе, хотя бы 28-й, потому что доказано, что тот комфорт, который вы получаете при езде до 28-й в покрышках, перекрывает ту эффективность, которую вы получаете на 25-х покрышках. И все это заметно только в идеальных условиях при езде по треку. А в городских условиях абсолютно нецелесообразно использовать такие узкие покрышки. Так что я бы их тут поставил все-таки пошире. Довольно необычная система у нас здесь от фирмы FSA. И это немаловажная деталь, что звезды на шоссейниках чаще всего крепятся не четырьмя бонками, а пятью, потому что они здесь больше, и нагрузку они испытывают больше, поэтому бонок у нас здесь больше. Все логично. Звезда у нас здесь спереди 50 зубов и 34 поменьше. Вполне адекватный подбор звезд. И, слава богу, здесь уже двойник установлен. Даже в шоссе уже все давно поняли, что двойника за глаза хватает. Ну и передний переключатель у нас крепится на direct mount. Это такой вот отросточек рамы, к которому он прикручивается. Это дает сразу несколько плюсов. Во-первых, очень легко его восстановить. Во-вторых, он не провернется вокруг трубы. И труба не обязательно будет круглой формы, скажем, снизу. Что, например, добавляет в данном случае жесткости. Потому что снизу она уходит на такую трапецию сложной формы, которая явно добавляет жесткости в кореточном узле. В том узле, в котором рамы испытывают большие нагрузки при педалировании. По поводу заднего переключателя, здесь у нас также установлен Shimano Claris. Все это также собрано на втулке под промподшипники. Максимальная звезда у нас здесь 25-я. Классическая шоссейная компоновка. Но спиц у нас здесь 28, а спирит 24. То есть заднее колесо, естественно, должно быть более жестким. Потому что вся нагрузка уложится от райдера в основном на него. Кстати, обычно всегда монетки у нас устанавливаются на класс ниже, чем задний переключатель. А здесь у нас прям полный группсет от Shimano Claris. Кассета у нас здесь необычная. Обычно у нас ставятся девятерные кассеты. Или уже десятерные даже. Типа 11-25. А здесь у нас 8-11-25. Здесь ведь кассета наша санрейсовская. Никакого шумана. Вот где они сэкономили. Вот все мне в этом велике нравилось. Кроме вот она, вот она. Вот до чего я могу докопаться. Ну и спереди и сзади у нас установлены клещи. Клещи у нас роскошно работают. Но на мой взгляд, устанавливать такие тормоза на велосипед давно пора заканчивать. Да, может быть, это аэродинамично. Может быть, это и безопасно. Но, блин, менять обод, когда можно просто поменять пару колодок, это же такой бред. Но мы говорим о самой простой модели. Так что вполне понятно их здесь появление. У Merida есть более старшая линейка. Уже с дисковыми тормозами. Что, на мой взгляд, является куда более интересным вариантом. Потому что не нужно менять обода, когда они кончатся. Менять обода, когда они кончатся. А ведь раньше все так ездили. Что за чушь? Также на этой раме у нас есть наклеечка UCI Ready. Это значит, что можно участвовать сразу на этой велосипеде в гонках UCI. Это важно. Если вы захотели завтра поехать, 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 поехать на гонку UCI, то вы просто берете и едете, едете, едете. Простой, дешевый, шоссейник от Merida. Вот и все, что вам нужно знать об этом велосипеде. Простые колеса на промподшипниках. Классная покраска рамы. Все это в UCI гонках можно использовать. Что еще нужно вам для счастья? Clarisse спереди, Clarisse сзади. Все это будет прекрасно работать. Но, на мой взгляд, поменяйте покрышки на больше широкие. Реально добавится комфорта. А в коэффициенте эффективности не потеряете ни на йоту. В засилии гревела, в шоссейник нынче редкость. Если вы понимаете, что вам нужен простенький шоссейник ездить, скажем, на работу, то Scalchia 100 это как раз то, что вам нужно. А по промокоду видеоблог вы получите еще 10% скидку на этот велосипед, если назовете ее нашим продавцам на кассе, либо ведете специальное поле на нашем сайте. Приходите. Субтитры сделал DimaTorzok